Строительство многоквартирного дома по адресу улица Садовая, дом 24, началось еще в 2010 году. Разрешение на ввод строительного объекта в эксплуатацию было принято 16 октября 2014 года. Застройщиком является ООО «Рантек МФД». Жители новостройки считают, что их дом находится в неприглядном состоянии и фактически брошен застройщикам в недоделанном виде. Разобраться и помочь собственникам жилья в их ситуации, а также задать вопросы застройщику, лично приехал глава района Андрей Иванов. Как показывает практика, только при участии первых лиц как города, так и района мы можем созерцать с удовольствием руководство «Рантек», которое дает обещания и, к сожалению, периодически, систематически их не исполняет. Ключевыми проблемами дома стали отсутствие противопожарной системы, постоянные сбои с вода и теплоснабжением, освещение на придомовой территории, асфальтирование, безопасность детской площадки, поврежденные входные двери, фасад, козырьки над подъездами, а также заброшенные чердаки. Панорама из окон верхнего этажа высотки впечатляет, однако внутри дома явно царит беспорядок. Тут какие-то люди построили, теперь мы остановили. Вылить-то все некрасиво. Нету прозрачности, вы людей обманываете. Обычно чердаками управляющая компания занимается. Ряд проблем, больших или мелких, существует в любом жилом доме. И кто-то может утверждать, что в данном случае это просто мелочи и прихоть жильцов, которые завышают планку уровня своей жизни. Мол, в других многоэтажках есть проблемы более крупного масштаба. Но с этим можно и не согласиться. Ведь люди купили жилье в новом доме за собственные и немалые деньги. Они имеют полное право на комфортные условия, не ожидая, когда произойдет очередной сбой в системе жилищно-коммунального хозяйства. Ведь на дворе 21 век, и каждый, по крайней мере, должен стремиться жить в условиях, которые приняты мировыми стандартами. Сегодня принято решение вместе с жильцами составить большой единый альбом проблем с подробной фотофиксацией. По всем замечаниям, которые мы сегодня видели, подрядчик дал подтверждение, что своими силами будет исправлять. Это ключевое в нашей работе. Сделал плохо – исправляй. По итогам встречи принято решение, что в ближайшее время претензии жителей будут удовлетворены. И к новогоднему празднику их пожелания сбудутся. Екатерина Стросветская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.